На прошлом уроке мы с вами разобрали первую часть наигрыша, которая называется «Как кури». Сейчас я для вас его сыграю. Это то, что мы с вами разучили на прошлом уроке. Сейчас посмотрим вторую половину. Давайте по частям ее разберем. Обратите внимание, что сам наигрыш здесь занимает всего пять нот. И вторая половинка очень похожа на начало первой. Посмотрите. То есть я так же поднимаюсь от основной, от нижней ноты к верхней. Поднимаю сначала два пальца, а потом по очереди по одному. Следующая фраза. Я остался наверху. И окончание. Сверху я спускаюсь вниз к основной ноте. Сыграю сейчас целиком вторую половину, как кури. Посмотрите, пожалуйста. Наверняка вы услышали, что одни и те же ноты при переходе к соседним звучат немножко по-разному. Это связано с тем, что я использую свой язык для изучения нот разным способом. Я могу каждую ноту брать с помощью атаки, когда я языком произношу слог «ту». И тогда каждая нотка звучит отдельно, как будто я, например, на фортепиано клавиши касаюсь своим пальцем. Послушайте. Четко слышно начало каждой ноты, начало каждого звука. И второй вариант. Когда я не буду использовать эту атаку, и ноты будут звучать более связно. В академической музыке этот прием называется легату. Ну, то есть связано. И таким образом, когда мы играем этот наигрыш, мы можем использовать по своему желанию или в силу своих каких-то предпочтений разные варианты атаки звука. Ну, например. Или так. Окончание тоже может быть разным. Или таким. На самом деле вариантов очень много. И каждый исполнитель выбирает для себя тот стиль игры, который составляет в дальнейшем основы его манеры. Именно поэтому он становится узнаваемым. Сейчас сыграю наигрыш «Как курить целиком». Посмотрим, что у нас получилось. Субтитры создавал D1. Субтитры создавал DimaTorzok